Девушки отдыхают Они сделали в феврале и апреле 2022 года. Речь не о них. К счастью, Россия битком набита всякой забавной шушерой. Эта шушера сейчас прославляет войну и подкармливает ее своим восторженным визгом. Это артисты, певцы, депутаты, блогерши, попы, дипломаты и атаманы. Все они вообще ничем не рискуют. У них всегда есть возможность потом рассказать, что они были загипнотизированы, прикинуться дурочками и дурачками, которых обманул режим. Когда все закончится, их всех, вероятно, привезут на площадь. Быть может, в Мариуполь или в Харьков. В кровавые, еще горячие и разваленные домов и больницы. Их выгрузят из автобусов и собьют в огромную растерянную атару. Дадут потоптаться, оглядеться, а вокруг них будет смыкаться неоглядное кольцо из хмурых, окровавленных людей с мертвыми детьми на руках. И из призраков этих детей. В Шушеру они даже плевать не будут. Ни люди, ни призраки. Шушеру просто спросят, зачем? И никто не сможет ответить. Повторять путинское вранье про Донбасс будет уже не модно и неуместно. Донбасская проблема имела, как минимум, сто способов ее решения без всякой войны. Бессмысленная война была абсолютно беспричинной. Зато Шушера наверняка споет. Вот как только из разбитых домов зазвучит музыка знакомого гимна, Шушера тут же подхватят. Все они подпоют, еще не вмерла Украина. И что самое интересное, Шушера сама страшно при этом расчувствуется. Депутат Зю будет размазывать слезы по своим красным бородавкам. Артист певцов закопает личиков в бюст артистки Шукшиной и рыдая будет петь туда. Забавно, что самые умные чиновники и артисты уже сейчас втихаря учат текст и втайне практикуют караоке. Еще много будет крови, штурмов, превратности трупов, но исход уже совершенно ясен. Был бы Кремль умный, он бы сейчас в первую очередь, сообразив к чему уклонится дело, должен был бы изо всех сил укреплять власть безумно популярного в Украине и во всем мире Зеленского. Одна надежда только на Зеленского. Ведь тот, кто видит реальность, он видит неизбежность, увы, переноса войны на территорию России. Более того, вдохновляющая сила мести может оказаться сильнее здравого смысла и политической деликатности. А в нападении украинцы еще страшнее, чем в обороне. И гоня российскую армию, продвинуться вглубь России они могут достаточно глубоко. Уже ясно, что с такой, с такой армией надеяться вообще не на что. Сумеет ли Зеленский авторитетом своим остановить своих бойцов и не дать перешагнуть Рубикон границ, превратив войну в вечную, это большой вопрос. Любой профессиональной политикой уже обязан был бы определить, что земля потихоньку уходит у России из-под ног. Украинцы, о чем я предупреждал, то, что я видел на Чеченской войне, дерутся не хуже чеченцев, а даже пострашнее. У горцев есть и в бою вот некая театральность, романтизм. А украинцы просто, просто всех убивают без предисловий и без эпитафий. Украинские дживелины, сжигая танки, камазы и панцири, попутно сожгли им массу мифов о России, о ее настоящем и о ее прошлом. Мы сейчас все на уроке живой истории. В нашем классе парты, за которыми мы сидим, пылают, и мы к ним прикованы. А кровавый педагог, ухмыляясь, лупит указкой нам по рукам и глазам. Это предельно жестокий урок, но такой материал иначе и не усваивается. Пристально рассматривая настоящее, вы сейчас видите и прошлое. Оно в общих чертах точно такое же, как нам показывают хроники Сумы, Харькова, Донца, Изюма и так далее. Сейчас очень важно, наконец, понять, что из того, что происходит сейчас в Украине, сделано 99% так называемой русской истории. Это смерть мифа о князьях, героях и Суворовых. Просто не было тогда телеграм-каналов. Не было тех коммуникаций, которые фиксировали бы и транслировали бессмысленную и неотвратимую злобу и смерть, которую всегда, увы, несла Россия всем, до кого могла дотянуться. Территориальные накопления никогда не формируются никаким иным способом, кроме трупозного. Позже придумали сказочку. В ней преисподняя российская история заслонена сладкими розовыми фигурками в шлемах и париках. Ну вот, закон фейк, армия фейк, экономика фейк, история фейк, величие фейк. Покорность украинцев, ожидающих освободительную армию Путина, фейк. Очень любопытно будет выяснить, не являются ли и ядерные потенциалы таким же фейком, как и все остальное. То, что Путин уверен в их наличии, абсолютно ничего не значит. Да, он внушаем, наивен и, как выяснилось, беспробудный невежественен. Он и в наличии великой армии своей верил до последнего момента. И верит до сих пор в преданность бородатых кавказских листецов. Он думает, они забыли, как Россия утюжила их города, насиловала в штабных кунгах девочек и жгла детей. Ох, зря он в это верит. Если нам всем очень-очень-очень-очень повезет, то и красная кнопка тоже может оказаться очередным фейком. При нажатии она треснет, задымится, провалится, а дыра еще и зажует палец великого нажателя. Будет тогда Владимир Владимирович с воплями бегать по бункеру, пытаясь стряхнуть с пальца, вцепившийся в него, как крокодил-чемоданчик. По крайней мере, со всеми остальными кнопками в стране пока все обстоит именно так. К сожалению, выяснить состояние этой красной кнопки можно будет только опытным путем. Это немножко рискованный эксперимент, но, согласитесь, крайне любопытный. На данный момент все указывает, что, ну, возможность постановки этого эксперимента достаточно реальна. Совершенно безграмотное утверждение, что экономика России рухнула. Глупость. Она не рухнула. Она просто уехала домой. Это была экономика гостевого типа. Кто-то же должен был предупредить об этом президента Российской Федерации и правительства. Шепнуть, предупредить, что российская экономика к России, в общем, не имеет ни малейшего, по крайней мере, очень маленькое отношение. Она как мозаика, собранная из западных огромных фирм. Кое-что свое есть, но совсем по мелочи. Но кто же вообще мог это знать и об этом догадываться? Ведь в правительстве такие же точно специалисты, как те, что готовили, например, вторжение в Украину. Над образовавшейся черной пустыней России, по которой придется бродить армиям обнищавших и безработных людей, вдруг зазвучал шизофренический призыв национализировать ушедшие бренды. С девушкой Симонян, которая издала этот вопль, все понятно, не дожидаясь даже общих катаклизмов, бедняжку, ее же хозяева, скоро обклеют осиновой корой и сдадут бобрам на разгрызение. Хотя в идее отдать бренд Ламборджини засуйскому заводику, где производят параконные телеги на деревянных колесах, вот, несомненно, что-то есть. Как и в том, чтобы передать красивое имя Икея конторе под Угличем, изготавливающей такие гробоконструкторы, гробы под названием Сверисам. А Россия всю ночь творила свою тайную вечерю в уходящем навсегда Макдональдсе. Она торопливо заглатывала, запивала, чтобы сохранить память об этом удивительном вкусе и рассказать о нем когда-нибудь своим внукам. Вот, пожалуй, все на сегодня. Будем надеяться, что увидимся в воскресенье в Наповале. Ну, а до этого у меня в Телеграм-канале, там уже за 400 тысяч читателей, и в Инстаграме. Слава Украине! Русский военный корабль «Иди на», в общем, туда. Ну и живи, Беларусь! Шаман Габышев жив! Беларусь! Шаман Габышев!